Профессиональная ориентация молодежи как залог успешного отбора кандидатов на обучение в престижные вузы. Одной из таких престижных профессий является работа следователя. Для того, чтобы понимать специфику деятельности работников этого ведомства, нужно наглядно с ней познакомиться, а также узнать все тонкости и нюансы каждодневного труда. Завесу тайн приоткрыли сотрудники Следственного комитета. Узнать о нюансах правового дела решили ребята Брестских школ. Первым этапом мероприятия стала, конечно же, теоретическая часть в актовом зале, где ребятам рассказали о работе следователей, что она в себя включает, куда нужно поступить, чтобы стать тем, кто пытается докопаться до сути. Обучаются будущие следователи и наследственные экспертные факультеты Академии МВД. Такие встречи мы проводим каждый год с ребятами, с учащимися 11 классов. Данная работа проводится в рамках отбора кандидатов для поступления на следственный экспертный факультет Академии Министерства внутренних дел, которые осуществляют подготовку будущих следователей для нужд Следственного комитета Республики Беларусь. Для того, чтобы поступить на следственный экспертный факультет учреждения образования Академии МВД Республики Беларусь, который готовит следователей для службы в Следственном комитете, необходимо сдать централизованное тестирование русский либо белорусский язык, обществоведение и иностранный язык. А также в конкурсе участвует уровень средний балл аттестата. Второй этап экскурсии выдался еще более насыщеннее и интереснее. Следователи показали ребятам минивэн с характерной окраской, припаркованный тут же у здания Следственного комитета. Старший следователь криминалистического отдела управления Александр Неверов ввел ребят в курс дела. Здесь вы видите в центральной части автомобиля рабочее помещение. Здесь расположены выходы для розеток, для того, чтобы следователь мог присесть, подключить компьютер, принтер, все, что ему необходимо, работать на месте происшествия. Здесь автономный отопитель вебаста стоит, который независимо может от двигателя работать, отапливать салон. Есть, конечно, освещение. Здесь же находятся, вот там вы видели, чемоданы, да, они внутри здесь находятся и в багажном отделении. Экскурсия в самом разгаре. Вот дело дошло до главного – чемоданы. Именно они являются самым ходовым инструментом следователей. У каждого из них свое предназначение. Если группа выезжает на место, где обнаружена взрывчатка, с собой берут чемодан-сапер. Чемодан-криминалист, можно сказать, базовый. Его используют практически все сотрудники. В нем хранятся линейки, рулетки, спецпакеты. Кстати, именно с помощью содержимого этого чемодана обнаруживают следы рук, обуви, транспортных средств и биологических образцов. Понравилось, как рассказывали про убийство, как сделали куклу-макет и спрашивали у нас, как вы думаете, что произошло. И самоубийство было в догадке, и убийство просто. Очень интересно. Ребята согласились с тем, что работа следователя не только сложная и ответственная, но, безусловно, еще интересная и престижная. Возможно, кто-то из них после встречи серьезно задумался и выберет в дальнейшем для себя именно эту профессию.